Добрый день, меня зовут Новиков Ярослав Игоревич. Разрешите представить доклад на тему сравнительной оценки степени распространения болезни органов полости рта у собак в различных регионах России. В настоящее время терапевтические болезни зубочерестной системы занимают особое место в общей терапии домашних животных. Это связано с тем, что алгоритмы лечебно-диагностических мероприятий основных болезней жевательного аппарата совершенно иной по сравнению с таковым в общей ветеринарной терапии. Опираясь на устаревшие, но, к сожалению, широко распространенные представления среди практикующих ветеринарных врачей о фундаментальных подходах к лечению стоматологически больных животных не дают каких-либо сдвигов по снижению распространения этих болезней. Однако из таких стойких и одновременно распространенных убеждений среди многих практикующих врачей считается низкая степень распространения данных патологии у собак с весьма незначительным патологическим влиянием оральной патологии на организм животных. Поэтому целью наших исследований стало определение степени различных основных болезней органов полости рта у собак в различных регионах нашей страны. На протяжении 2022-2023 года наши исследования мы проводили в двух ветеринарных клиниках. Одна из которых ветеринарная клиника «Зооветцентр» находится по адресу Хантамансийский автономный округ города Сургут, а вторая ветеринарная клиника «Центральная» на Московской, городе Саратов. Полученные результаты мы путем компьютерного анализа обрабатывали на базе кафедры болезней животных и ветеринарно-санитарной экспертизы Вавиловского университета города Саратов. В каждой из указанных клиник мы проводили обязательный клинический осмотр органов полости рта, всех животных, владельцы которых обращались за различной ветеринарной помощью. При клиническом осмотре органов полости рта у собак мы определяли наличие клинических признаков следующих оральных патологий – нарушение генерации зубов, приобретенные на зубные образования, фактуру зубов и парадонтит. В случае терапевтической необходимости осуществляют дополнительные методы стоматологических исследований. В каждой клинике в итоге мы провели по 300 клинических осмотров животных в возрасте от 6 месяцев до 1 года. Дополнительно мы их разделили на 3 породные группы – мелкие до 5 кг, средние до 20 кг и крупные до свыше 20 кг, учитывая и особенность сочетания патологий. Не вызывая сомнений, что породные особенности условия кормления и содержания имеют определенное влияние на состояние зубов челюстного аппарата у собак, в ряде случаев они могут играть основную роль в возникновении оральных патологий у них. Однако в большинстве случаев особенности региональных факторов на развитие данной патологии в имеющихся у нас литературных источниках не описаны. Как показали наши статистические данные, распространение болезней жевательного аппарата у собак, как в Саратове, так и в Сургуте, значительно распространено у молодых животных. Степень встречаемости таких болезней во всех указанных нами городах зависит от породы, из которых максимальное значение они достигают среди мелких пород собак, а минимальное – среди крупных. Эта установленная нами зависимость отразилась на показателе клиническо-здоровых животных, из которых минимальное их число приходилось на мелкие породы собак. Эти показатели в 2 раза выше у средних пород собак и практически в среднем в 3 раза среди крупных пород собак. Однако, если анализировать данные клинических здоровых животных по болезни органов зубочелесной системы, в зависимости от региона их содержания, то в городе Саратов эти показатели среди различных пород собак были выше в среднем на 10%. Максимальную разницу мы выделили у средних пород собак. Если анализировать полученные нами результаты по группам болезни жевательной системы, то они имеют породную и региональную зависимость. Так, если максимальные значения по нарушению генерации зубов были получены среди мелких пород собак и средних пород собак, то показатель у крупных пород составлял наиболее минимальное значение с разницей практически в 60%. И наоборот, фактуру зубов у мелких пород собак мы регистрировали в единичных случаях, у средних пород этот показатель резко увеличивался, а максимальное значение он достигал среди крупных пород собак. Следует особо выделить то, что максимальные статистические значения нами были получены по сочетанию показателям, которые составляли до 90% от всех изучаемых нами видов однопатий. Региональное влияние мест разведения домашних животных, как мы думаем, имеет определенное воздействие на данную группу болезней. Учитывая географические особенности разведения различных пород собак, то наши данные свидетельствуют, что оральные патологии в северном регионе регистрировались на 10% чаще, чем в регионе Среднего Поволжья. Это дополнительно подтверждало и возрастной динамикой встречаемости болезней зубочерестной системы у собак. Как показали наши статистические исследования, как в городе Саратове, так и в городе Сургуте, на распространение болезней парадонта влияет возраст животного. Максимальное значение однопатии, доходящее до 90%, среди исследуемых нами животных, мы регистрировали в возрасте 6-7 месяцев во всех указанных городах. Такой цифровой показатель достигал за счет высокой степени распространения этих болезней среди мелких пород и отчасти средних пород собак. Здесь лидирующие места занимали различные нарушения генерации зубов и приобретенные на зубные образования. С возрастом динамика распространения болезней жевательной системы плавно снижалась, и эти показатели стали снижаться на 27-33% по сравнению с первоначальными. Дополнительно, как мы считаем, высокие показатели встречающихся однопатии складываются за счет сочетания болезней. Анализ протоколов приемов животных показал, что возрастное снижение излучаемых болезней зависело не от возрастных преобразований растущего организма молодых животных, не от возрастного и очередного этапа адонтогенеза, а вследствие своевременного оказания необходимостоматологической помощи и лечебных коррекций при нарушении генерации зубов. Возрастное плавное снижение оральной патологии мы наблюдали до конца наших исследований. Однако, при таком снижении, которое, надо сказать, было во всех ветеринарных клиниках, показатели незначительно превалировались в ветеринарной клинике города Сургута на 5-7%. Эта разница получалась за счет высоких показателей фактуры зубов пародонтита и сочетания пародонтопатии. В конце наших исследований все интересующие нас показатели были на минимальных значениях. Однако, эти показатели по сравнению с первоначальными показателями, хотя и снизились, все равно представляли собой внушительные по степени распространения 53% среди регистрируемых животных в городе Саратове и 58% по сравнению с таковыми в городе Сургуте. В первую очередь, анализируя полученные нами статистические данные, мы приходим к выводу о высокой степени распространения патологий органов полости рта у молодых собак. Несмотря на плавное возрастное их снижение, они все же остаются на достаточно значительном уровне, более 50%. Все это, по нашему мнению, создает серьезную предпосылку для развития стойкой хронической пародонтопатии у собак, которые будут их сопровождать на протяжении всей жизни. Особенно это касается мелких пород собак. Полученные статистические данные показывают, что имеется определенная связь географического места разведения домашних животных, имея при этом общую тенденцию возрастного снижения показателей во всех группах без исключения, в зоне севера эти показатели были выше по сравнению с таковыми в зоне среднего поволжья. Надо отметить, что в зависимости от возраста качества аденопатии, с вовлечением в патологический процесс тех или иных тканей в характер болезнеразличен. Если в начале наших исследований в пародонтопатии были вовлечены мягкие ткани зубочелюстной системы, то с возрастом животное постепенно вовлекалось в твердые ткани, с плавным распространением патологии в более глубокие их слои. Кроме того, с возрастом менялись сами болезни. В 6-месячном возрасте мы отмечали нарушение генерации зубов, видя неспособность замены временных зубов на постоянные аналоги, то в последующем возрасте эти болезни перешли в генерализированную категорию патологии пародонтит. Это как раз подтверждает многим литературный источник касательно того, что многие группы болезней зубочелюстного аппарата у собак имеют возрастную зависимость. Таким образом, мы пришли к выводу о географической зависимости распространения пародонтопатии у собак, который дополнительно корректирует возрастными особенностями адентогенеза этих животных. Спасибо за внимание.